Взяли, зафиксировали голову, на, вот здесь уже все горячо, я могу вот так все пододвигать, классный ход. Фак, ты прям вообще в томочку сомневаешься. Она знает, что у вас есть член. Всем привет, народ, на связи Панфер, сегодня мы снимаем вам ролик про кинестетику, прям на примере вот этой красавицы, вот, о том, как правильно трогать девочку при знакомстве, на свидании, как трогать ее дома, вообще, как это все правильно делать, куча вопросов, ребята, о том, что надо трогать, я буду разбирать ошибки о том, как не надо трогать, потому что куча ребят делают просто какое-то лютое говно, чтобы вы не делали это говно, давайте просто разбирать, смотрите, есть старая добрая паучья тактика, где мы начинаем, начиная с социальной зоны, где мы просто взять девушку за руку, типа, вау, достижение, то есть, на самом деле, когда вы познакомились, мы до этого общались, мы разыграли наше знакомство, и не всегда можно взять, схватить девочку при знакомстве за руку, но если вы уже общаетесь, это просто хорошие манеры, то есть, когда вы переводите девушку через дорогу, когда вы помогаете ей сесть в машину, когда вы открываете перед девушкой дверь, взять за руку девушку, это максимально естественно, есть более приятные хваты, смотрите, два пальца, девушка вот здесь вот, по нежной части, вот, не подыгрывает, вот прямо пусти, то есть, вот прямо так берешь и, оп, приятнее так? Приятненько. Приятнее так. Есть мягкая часть, кстати, в Камасутре есть очень классный поцелуй, он называется Сари, он целуется сюда и сюда, угадайте, почему? Потому что здесь чертовски нежная кожа, позвольте. Ну, кайф же. Ну, приятно. Ну, да, как бы, неплохо. Хорошо. Окей. И когда вы не просто, вот, смотрите, когда это делаете вы натурально, то есть, сейчас я объясню это на примере того, что как ребята косячат, и как просто переводите девушке через дорогу, делаете это так, как будто это так и надо, то есть, вы просто берете девушку, и, несмотря на нее, вы просто переходите дорогу. Вот. Когда вы с ней уже, вы понимаете, что вы флиртуете и так далее, вы можете смотреть девушке в глаза, взять ее за арку, это понятно, что вы играете на сближение. Также, если у девушки есть сумочка где-то, это барьер, который мешает вам общаться, попросите девушку переложить сумочку в другую руку, это тоже норма этикета. То есть, если есть барьер, который вас разделяет, как ресепшн, ресепшиониста, как барная стойка бармена от вас, это помогает ей от вас держаться подальше, когда человек вот так вот может вжимать вот перед собой какой-то предмет, вот так вот перед вами сидеть, это все, человек перед вами закрывается. Вот. И если вам не нравится вот это положение девушки, вы просто берете и разрываете это положение, либо просите передать сумочку, ну, переложить сумочку в другую сторону. Из простых вещей, которые, как потрогать девушку, то есть много ребят загоняются и думают, это какой-то там невероятный супер скилл, типа, чтобы взять ее за руку, вот это вот, надо посмотреть, о, красивые кольца здесь нет, о, о, красивое кольцо. Ребята, что за хрень? Это просто рука, вы просто берете за руку и все, и вот здесь как это Хаби делает, и все, просто за руку. Да. И все. То есть, смотрите, важный момент в том, что вы делаете это спокойно и уверенно, для этого не надо никакой супер скилл, для этого не надо никакое сближение, это вполне социально допустимое, ну, это забота, это прикольно смотрится, то есть даже если у вас еще с девушкой ничего нет, это первое свидание, то есть если вы заходите в новое заведение, если вы куда-то с ней идете, то вы так ее, тем не менее, оберегаете. Бывали у меня случаи, где девушка мне говорила, нет, стой, так не надо, например, девочка стесняется или у девочки излишне потеют ладоньки, у мужики не только у вас так, обычно это у мужиков, это подъебка не про девушку, это подъебка про них, мужики нервничают, у вас потеют ладошки, вы такие, типа, я стесняюсь. Когда жарко, когда здесь, допустим, я климатизировался, я делал как? Я брал и брал ее вот так за мизинчик, помните? В детстве. Мирись, 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 больше не делитесь. Дружбе, мир, войне, пиписька. Это прикольно. Это прикольно, вы идете за жарким днем за мизинчик, никого не напрягает. Вот, то же самое про жаркие мужские ладошки. Если сейчас я возьму ее вот так, потрогаю ее за лицо, я, наверное, отхвачу тоже по лицу. Возможно. Да, вполне. То же самое, если за шею и так далее, сейчас без спроса, когда, допустим, вы только познакомились с девушкой, она для вас еще не так близко знакома, у вас нет такого там доступа, нет такого доверия, и то, кстати, ну как бы вам никто не будет это прощать, а если вы уже ближе знакомы, то это совсем другая история. Но если вот, допустим, смотрите, я буду вот так, я сейчас возьму, вот так проведу, она такая, мудак. Вот. Поэтому, если вы хотите сделать комплимент, там, ее лицу, ее форме лица, то максимум, и то не особо рекомендую, тыльной стороной ладони вы можете прикасаться к лицу, потому что тыльная сторона ладони, она всегда холодная. Вот. Нет вот этой вот жаркой внутренней стороны, это не напрягает человека. Да и вообще, все мы знаем, ну, в рамках хотя бы эстетики, не трогайте свое лицо руками. Особенно молодые ребята, которые меня смотрят. Пожалуйста, не трогайте свое лицо руками. Дальше. Смотрите, если разделить здесь на границы доступности, то есть у нас есть социальная доступность, то есть все, что можно делать с человеком, с которым ты просто общаешься, он тебе еще мало знакомый, взять за руку, это, допустим, еще допустимо. Это нормально, и то вызывает какой-то уже вопрос. Ты кто? Вот. В дальнейшем, смотрите, если у нас есть, это просто про зоны человека. Смотрите, есть социальная зона, есть личная зона, и вот эта вот зона для близких людей, когда вы можете девушку приобнять. Вот. И вот здесь есть куча допущений, где ребята делают колоссальную ошибку. Итак, какой-то один наглый чувак вас учил. Итак, мы приходим на свидание, мы садимся сразу к девушке, плюхаемся к ней поближе. Чуваки, это всех бесит. Так делать не надо. Скажи, пожалуйста, были такие истории? Чувак, который такой, надо быстро сесть, надо ее трогать, и он такой, типа, о, бля, классное украшение, такой, дай понюхать твои волосы. Ну, слушай, есть ребята, которые начитаются все это истории и пытаются как можно быстрее стать поближе, поэтому это, наоборот, очень сильно отталкивает. Это всех бесит. Слушай, а подумай, если мужчины, вы тоже подумаете, сидишь ты с другом, пьешь пиво, общаешься, как девчонка какая-плюхается. Эй, привет, ребята! Так, чё, как дела? Сейчас чё расскажу? И ты думаешь, ебушки-воробушки, а ты кто? Мать твоя такая. Это бесит не девушка, это бесит всех. Это игра в две стороны. Ребят, так что будьте любезны, если вы приходите на свидание, вам надо сначала показать, что вы адекватный и нормальный, прикольный чувак. Девочки, дайте момент подумать, вообще хочет ли она с вами общаться. Уж, да, будьте самокритичны, если вы начали заниматься нашим искусством, то и к вам люди будут критичны. И в первую очередь хотите расти, будьте самокритичны к себе. Так что, дайте ей время к вам привыкнуть, понять, что вы нормальный, что вы интересны, что с вами стоит общаться. И потом, если вы хотите пересесть на свидание к девушке, ну, вы можете заготовить какой-нибудь альбом для фотографий, где я отдыхал здесь, я отдыхал там, вот я прикольно. Смотри, вот я подкачанный, вот мне было 17, у меня был пресс. Вот, а это моя собака, а это мой член, извини. Вот, и в этом духе всё. С этого момента вы подробнее. Вот, в общем, не надо делать это топорным. То есть, вы думаете, мужчин учат, что они подсядут к девушке, типа, прикосновение вызывает доверие. Вызывает доверие в целом, да. А и чаще всего, если это не прошлое прикосновение, они бесят, просто бесят. Ты пока ей нет никто, и звать тебя никак. Вот, если поверь, у меня была история, я где-то гуляю с учащимися в торговом центре, на меня прыгает девушка, и я такой, ты кто? Она говорит, ты что, меня не помнишь? Нет. Че, проходишь? Я тоже думаю, че надо-то? Че надо? Меня это тоже напрягает. Конечно, я мужчина, я как бы не могу завизжать, помогите и так далее. Я такой, типа, какого хера? Первая моя мысль. Ты, мать твою, кто такая? А девочка, вы должны понимать, что девочка, она слабее вас физически, вы можете представлять для нее реальную физическую угрозу, она имеет право поднапрячься. Вы, ты, кто, мать твою, что ты за хер такой? Так что, ребят, пожалуйста, держите. Хорошая манера все-таки лицо мужчины. И хотите, есть искусство этикета. Искусство этикета, суть всей этой истории в том, чтобы не напрягать собеседника. Быть галантным это не напрягать собеседника. И хорошая манера это лицо мужчины, потому что вы угрожающие, если вы хотите быть приятным собеседником, не только для женщин это касается, это для мужчин. Будьте приятным собеседником, никого не напрягайте. То есть, ваша вот эта напыщенность и так далее, это говно. Есть люди, которые воспитаны в определенном кругу, где, допустим, у меня есть друг Армянин. И он, мне тоже было странно, он такой, привет, братан, смотри. И я такой, не понял. А потом я как влился и понял, что это круто, это он очень просто, тепло к тебе относится. И то, понимаешь, он это делает естественно. И мне тоже понадобилось время, чтобы к этому привыкнуть. Поймите, что люди будут вас воспринимать критично, и то, что вы делаете, будут воспринимать по-разному. А девушки, тем не менее, могут вас бояться, потому что ты какой-то странный хрен, и у нее мог быть какой-то болезненный опыт, где она встретила неприятного мужчину, вполне неадекватного, и ей очень трудно сопротивляться. Поэтому ей лучше видеть все-таки, что ты добрый, адекватный. И даже если ты недобрый и неадекватный, да их уж хотя бы изобрази, а. Господи, помягче будьте. У меня есть поговорка «Личина глупца, одеяние мудреца». То есть многие из нас воспитаны, да надо там быть мужчиной, надо себя показать. И больше всего про альфачизм говорят лошары гнусные, тощие бледные ублюдки. Ребята, если ты клевый, ты клевая, она это сама поймет. Вам не надо выпрыгивать из штанов, ты можешь быть просто прикольным собеседником. Ты можешь сохранять хорошие манеры, и все равно всем будет понятно, что ты классный, крутой чувак, у которого есть сердце, яйца и стиль. И эта фраза намного глубже, ее сказал мой друг Макс Блэкэксэс Соловьев, тоже один из игроков. Сердце, яйца и стиль. Значит, быть добрым не говном. Иметь благие намерения, не быть вот этим вот человеком наполненным дерьмовыми убеждениями. И делать все красиво. Когда вы делаете это все красиво, девушкам очень нравится, они очень хотят встретить мужчину, который делает это галантно, красиво. Девочка хочет, чтобы ее соблазнили. Она хочет увидеть классного мужика и вот это воплотить, вот этот женский роман в реальность, где происходит соблазнение за вот этот день. И это все просто как оно само собой произошло. Женское мнение. Что понравилось, что не понравилось в первые 10 минут видео? На самом деле ты все сказал максимально по конструктиву, это во-первых. Так, а насчет прикосновений, насчет тактильности, да, могу честно заявить о том, что нужно сначала вот по чуть-чуть все. По чуть-чуть делать, аккуратненько, тактично, галантно и не набрасываться сразу же, это очень важно. И, ребят, на самом деле, если вы это смотрите, то учтите эти факты, это очень приятные зоны, поэтому let's go. Для меня женское одобрение это высший предел критики, который, ну, я могу подать. Для меня это большой респект. Пока. Смотрите, делим на стадии. Когда вы знакомитесь с девушкой, вы с ней в социальной контакте, то есть вы вот ее отдаленно трогаете за руку. Смотрите, первое, взять за руку очень просто. Смотрите, когда вы с ней идете, чтобы сделать это естественным, делаем простой жест, вот такой. Все, и вы с ней просто уже идете, это прикольно. Даже, кстати, в горячий день это не так напрягает. То есть держаться вот это ладонями, как школьники, типа, ну, одно. А вот так вот перекинуться, ты можешь жестикулировать, ты можешь общаться. Ребят, ко всему подходите весело, с улыбкой, не делайте это уныло. То есть основная проблема мужчины, который пытается соблазнить девочку. Он замученный, он несчастный, бедный, он нервничает, он переживает. От этого у вас и ладошки потеют, и слова теряются, и в мыслях полный кавардак. Расслабьтесь, смиритесь с мыслью. Пусть лучше не получится, но ваша задача провести прикольное вместе время. И никого не напрягать, вы идете круто пообщаться. Не говнить, не веселиться, и даже перестанете стесняться, что вы хотите трахнуть девочку. Любая девочка знает, что когда она с мужчиной на свидании, наверное, он подумывает о сексе. Это как бы нормально, это как бы логично, это всего лишь значит, что вы здоровы. Типа она знает, что у вас есть член. Ну, если вы такие, слушай, мне там оторвало фугасом однажды. И она такая, ну, будем дружить. Ну, до свидания кому. До свидания. Она как бы рада, что у вас есть. Вот, так что, когда мужчина стесняется своего мужского начала, это очень унизительно. Я очень долго не понимал свою сексуальность. Вот, а потом я тоже понял, что девочки могут со мной что-то прикольное находить, что я могу им нравиться, и как сексуальный объект могу быть воспринят. То есть, вы тоже с этой мыслью смиритесь, пожалуйста, и идете на свидание, и не надо думать, что... У нас есть один старик, который говорит, что вагина не дешевле, чем жезл. Типа, ну, я пытался, да, корректно выразиться. Вот, вы меня все поняли, я думаю. И вы тоже научитесь уважать себя, идете, кайфуете. То есть, любая девочка, она не против познакомиться с классным парнем, который нормально себя ведет, который приятный, с которым можно провести время. Она будет оценивать вас, во-первых. Смотрите, девочка не ищет одноразового любовника, она ищет часто себе регулярного любовника. Есть такое, типа, никто не хочет быть использованным, в первый раз девочка, она привыкает к любовнику. И что бы еще прикольно, когда к члену классному, и даже если к прессу классному, прилагается хороший человек. Это для вас лишняя мотивация качать себя всесторонне и не быть говном. Вот, ну, а что я? В чем я не прав? Факт. Типа, факт. Вот, да. Так что, ребят, когда вы в целом всесторонне развиваетесь, не допускайте ошибку, как учил меня мой батя, типа, однажды там заработаешь, у тебя будет все. Нет, чуваки, вот сейчас тебе, допустим, там, 23 меня смотришь, или тебе там 47, плевать. Если ты сейчас хочешь всего, бери от жизни все сейчас. Плевать, сколько тебе лет. Мы хотим всего и сейчас. Не надо вот это играть там в долгую и так далее. Жизнь пройдет, оргазмы не вечны. И все это однажды станет тебе меньше хотеться. Кайфуй сейчас. И пойми, что это не война полов. Мы как бы на одной стороне. Они тоже, они же по мужикам. Ты же по мужикам? Ну, не только по мужикам, ты по бабам тоже. По мужчинам. Потому что, типа, чтобы был стройный, сильный, защиту за ним чувствовать. Мужчина, что это? Мужчина, это благородный человек, который может защитить себя. Силу, успешность. А, наглый. Который может. Наглый в меру. Наглый в меру. Это признак силы. Это не признак силы. Признак силы, это ум. 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 И где-то физическая выносливость. И защита. И защита. В общем, смотрите, ваша физическая красота и мышцы, это здоровье, что символизирует для нее сексуальность. То есть сексуальность, это когда ты можешь родить здоровое потомство. То есть ты сильный, красивый, у тебя гладкая кожа, белые зубы, ясный взгляд, ты для девушки сексуальна. Мы также оцениваем их. Если большая грудь, она вскормит детей, большой таз, у нее умрет, когда родит детей. Это все старые такие там штуки эволюционные. Вот. Когда ты веселый человек, значит, с тобой можно долго прородить время. Когда ты не абьюзишь девочку, когда ты не ханжа, когда ты никому голову не выносишь, ты классный. И вот мы же, у нас ролик про кинестетику. Чувак, это все прекрасно дополняет эту историю. Если ты никому голову не выносишь, если ты не душнила. А я учил человека. И он был очень классный чувак. На стиле, прикольный, стройный, он прям накачанный. Но он такой, слушай, у меня что-то на свиданиях не выходит. Мы общаемся с ним нормально, классный, вообще мужик в тему. А на свиданиях, оказывается, он вообще мужик не в тему. Он, слушай, у меня на работе. И начинает в технических подробностях его сказать. Короче, не душните. Дальше, если вы, смотрите, чтобы у вас работала кинестетика, вас оценивают в комплексе. Ты интересный, ты расслабленный, ты не душнила, ты на приколе. Опять же, смотрите, мы весь этот ролик снимаем на улыбке. Если бы я здесь сейчас сказал, слушай, сейчас я буду, я за руку тебя возьму, можно вот так? Ну давай возьми попробуем. Расслабься, да, на расслабься. Вот, поняли? Говно, собачье говно. Вот, то есть мы здесь не на заводе, и мы здесь не играем в логические игры какие-то. То есть это всегда эмоционально. То есть, если вы хотите правильно трогать девочку, вы хотите идти там по логическим уровням, типа ручка, взять ее потом поближе, потом приобнять. Душнилое, сраное говно. Давай. И вот так, и вот так, и руку закинул, и ногу, и взял. А почему бы не вот так? Если вы все делаете весело, то вам намного больше доступно. Помните, это же не война какая-то, где вы там спорите, и она такая, типа, так, он меня потрогал за руку, сейчас можешь за локоть. Так, погоди, за шею нельзя. Это не так работает, это все работает на эмоциональном плане. То есть, допустим, вы... Классный, кстати, вариант. Да, поправка. У меня сделано недавно замечание, я родился косоглазый, поэтому я не смотрю людям в глаза. Это моя ошибка, но вы смотрите в глаза. Если вы поймали взгляд же... Я коррекцию сделал. Вот, да. Если вы поймали взгляд женщины вот так, и она вас смотрит больше двух секунд, это значит уже почти все. Если вы поймали такой взгляд, то вы можете просто взять, руку закинуть. А если она просто пытается рассмотреть что-то? Может быть. Тогда смотри, допустим, вот ты в этот момент чуть-чуть отстранилась, вряд ли это будет агрессивно. Я такой, понял. Я такой, типа, окей. И спокойно держит дистанцию. Мы всегда делаем, смотрите, все соблазнение строится на том, что шаг назад, два вперед. Вот. Где-то вы можете ошибиться, и вы не подловите никогда момент. То есть, допустим, смотри, очень болевая такая точка для мужчин, типа, когда поцеловать женщину. Скажи, что у тебя есть ответ. У меня лично нет. Когда поцеловать? Ну, вообще, мне кажется, что поцелуй должен произойти максимально спонтанно и на эмоциях. Ну, допустим. Короче, когда вы захотите. То есть, и если девушка на вас смотрит, если, смотрите, есть два непреложных фактора. Если вы на позитиве, и старики говорят, если вы можете заставить девушку сегодня краснеть или смеяться, вы можете с ней сегодня переспать. А поцеловать уж точно можете. В общем, если наступил такой момент, когда в общении у вас все хорошо, что и значит, что она задает себе открытые вопросы, вы общаетесь, у вас все хорошо, вы классно, вы рядом, вам позволяют вторгаться в личную зону, то есть, вы можете ее там приобнять, что-то ей там показать, не надо то, что вы там не тискаетесь вместе, не надо ждать какого-то суперразрешения или супермомента, а просто вот этот момент, когда вы с ней общались, и вот этот момент, когда вы таки поняли, она прикольная, он прикольный. Каждый для себя это осознал. И вот этот момент, когда она две секунды на тебя смотрит, типа, что вам мешает, вот так вот сделать, смотрите, я прохожу ладонью сзади вдоль волос, вот так вот. Допустим, здесь в данном случае у нас такой хвостик, то есть, но я все равно фиксирую голову сзади, если бы были волосы распущены, я бы взял вот так за корни и зафиксировал твою голову. Вот. И вот так вот, смотрите, я первый катест, я накидываю руку на себя, если она меня приобнимает, даже легонько, а девочка не будет проявлять какую-то излишнюю инициативу, типа, да, конечно, блядь, давай. Нет, она будет всегда это делать очень нежно. Вот. И вам не надо ждать какого-то подходящего момента, она хочет, чтобы это было внезапно, вы это сами сейчас услышали. И вы ее просто берете и целуете, то есть, первое, что девочка, она должна быть недоступна, она может сыграть в эту игру, что... Вот. Но! Я же сказал, что я ее взял сзади за голову. Вот. И я ее вот так вот фиксирую, если бы у тебя были распущенные волосы, я бы сейчас сделал вот так. Вот. Окей? Ага. Сейчас все поделаем. Вот. Это... Это мягко. Вот. И вы ее берете... Мягко? Давай драться все. Вот. Нет. Реально. Я так и делаю. То есть, я вот фиксирую. Она сопротивляться может для вида. Вот. И она может где-то еще поиграть в эту игру, но потом вы ее берете, целуете, прижимаете. И часто так бывает, что девочка сказала, а потом она сдается и целуется с тобой слазь. Где я не прав? Ну, вообще, ты правильно все сказал, на самом деле. Но очень важно подметить, что круто, когда поцелуй происходит спонтанно и на эмоциях. Вы совершили вместе какое-то дело очень оверкрутое. И такие... В моменте. А ну, короче, момента нет. Никто вам не сможет объяснить, когда его подловить. Что еще? Дальше по аспектам. Где трогать, как трогать? Смотри. Ребят, про руку разобрались. Здесь мы разобрались. Про предплечье. Как приобнять? Вот так это тоже достаточно цельно. Это такое достаточно дружеское объятие. Смотрите, дальше по объятиям. Девочку сзади обнять проще, потому что так она чувствует себя более в безопасности. Если холодно, то это получается в контексте и легко. Здесь никого не напрягает. Намного сложнее девочку обнимать спереди. Потому что, во-первых, смотрите, вы делаете первый грех. Вы пресекаете линию взгляда, а это достаточно агрессивно воспринимается людьми. Потому что, ну, это вообще всех бесит. Особенно, если это делать близко. Особенно, даже если вы знакомитесь, вы там надвисаете над кем-то или пресекаете. Знакомитесь с девочкой и так дорогу ей пресекаете, такие, типа, «Привет, Эндхайм!» Ну, заявись. Вот. Это напрягает. Поэтому, в любом случае, лучше сзади, но еще можно чуть-чуть слева или чуть-чуть справа. То есть, чтобы не пресекать линию взгляда. То есть, немножко в полоборота прижать к себе и не приписюниваться. Вот это вот все, чтобы это не было. А то есть, ты так нейтрально, это более мило смотрится, это более допустимо и не пошло выглядит. То есть, так проще, так лучше. Если вы можете делать, опять же, все на позитиве, все в танце и так далее, то есть, всегда можно сделать, просто взять и приобнять. И это все пусть это будет нежно. Смотрите, у нас есть еще зона ключица, шея, плечи и так далее. То есть, можно вот, тут, понимаете, нет таких прям точных совет, что вот берешь и вот здесь вот там три сантиметра там выше и так далее. Вот. Ты просто делаешь это как тебе удобно. То есть, это все очень ситуативно. То есть, что я взял, ты можешь ее к себе прижать. Если вы сидите с девушкой, я могу просто взять девушку вот так вот, закинуть руку себе на плечо. Да-да, вот так просто. Оставь так, мне так нравится. Вот, да, подкрепляете это словами. Если она, допустим, сидит отдельно от меня, я могу вот так к себе пододвинуть. Ага. Да, да. И на позитиве, на приколе. Ага, ну ладно, окей. Вот, да, потому что на приколе можно практически все. Вот, потому что вы балуетесь, вы играете, вы танцуете. Стой, стой, пусечка. Да-да. Спасибо. Вот, поставил, покрутил, поднял. Куда одеваться? Ты же сильнее, да? И тут нам платье немного мешает. Сейчас бы еще вот так на себя посадил. Это же всего лишь пример. Как бы можно, как бы весело. И вы так же можете. Но потом вы можете ее пододвинуть к себе, и она так же с вами останется. Вы так же будете поступать дома. Когда вы, допустим, домой пришли, включаете кино. Угу. Так на себя. Себе на рубашку. Да, мне так, почему так сделано? Мне так нравится. Окей, да, так мне тоже нравится. Вот. Потом там вы дома будете. Вот так прям это реально манипулируете и к себе туда. Да-да-да, но вы прям к себе спускаете. Если у вас девушка, сейчас вы на флирте, вы наедине. Прям туда опускаете. Если она руку не убирает, ребят, это значит, что все хорошо. Я аккуратен. Нет, 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 аккуратненько нужно прям это делать. Аккуратненько. Нет, смотри, здесь несколько вещей важных. Вы флиртуете, у вас все хорошо, вы наедине, вам никто не мешает, вы на расслабоне, на веселе, на позитиве. Тогда пешу руку. Тогда пробуй. Руку сначала кладем на штаны. Почему тогда руку? Тогда голову, думаешь, надо? Рука, это как коттест. Смотри, то есть, если девочка не убирает руку, а это проще, то есть для нее это наименее эмоциональный затрат, она может убрать и не при делах. То есть, вы смотрите, если она ее убирает либо игриво, либо сомневается, это значит, что да. Если она ее оставляет там, значит, у вас вообще все на мази. Если она убирает и говорит, что дебил, ну, значит, пока еще не особо-то и горит. А любое сомнение мужчина должен воспринимать, что, ну, кажется, пока клюет. Клюет хоть? Ага. Потому что девочка будет играть с вами в эти игры, которые много мужчин слышало, что нет, не сегодня, у нас ничего не будет и так далее. Чепуха это все, ребята. Есть только все на позитиве, только все, естественно, никакого там сила применения, это все должно быть кайфово, весело, потому что, ну, тебе должно быть кайфово, яй должно быть кайфово. Говном не быть. Итак, вы примерно поняли, что вы идете в любом случае на сближение. Ваше прикосновение это доверие, которое к вам выработает. Девушка должна привыкнуть к вашим рукам, к вашему присутствию, должна опускать вас в личную зону. Как она с вами переспит, если ее бесят ваши руки? Ваши руки на ее лице могут бесить ее постоянно, так что мы не переходим эту границу, поняли? Можно потрогать волосы, можно потрогать, а волосы нельзя трогать, волосы можно понюхать. И то, ребята, не делайте это, как фетишист, типа, мм, классные волосы, мм, как ты вкусно пахнешь. То есть, это всегда должно быть отвлеченно налегке, то есть, не делайте это, как придурок, такой, знаете, как вот такой прям, такой, ммм, сексом пахнет, класс, сучка. Делайте это, как-то налегке, типа, ммм, у тебя классные духи, кайф, кайфово не делайте это как фетишист, правда, ребята, иногда это я видел, это ужасно, это просто и она думает, ну, все, понятно трусы подарить давай, я тебе дам трусы, это отвалишь поймите, что все на вашей стороне, она тоже на вашей стороне если это красиво, даже когда вы раздеваете девушку, это красиво, это здорово то же самое я хочу сказать, что про общение когда вы общаетесь с девушкой, пойдет вам бонусом к этому видео, когда вы общаетесь с девочкой много мужчин пытаются узнать получится у меня с ней или не получится 100% Варик, не 100% Варик, во-первых вы никогда не узнаете, ребят, авантюризм это наше все, мы всегда идем на удачу, девочка идет к вам домой она не знает еще, хочет она с вами переспать не хочет, это ее право, силу вы все равно применить не можете, так что вы всегда должны уповать на авантюризм, и эта игра у вас все из 50%, есть ее мозг ваш мозг, это два человека и кто хочет, тот хочет, кто не хочет, тот не хочет в любой момент она может уйти, и это нормально поймите, что все иногда ну, как это, это проигрыш, не проигрыш, у меня было такое, что я там ночевал с девушкой, ничего не было, но было там через два дня, нормально, ребята, не спускайтесь до говна, не будьте вот этими чуваками, которые там, я там не передергивал целый месяц, я должен сегодня всю жизнь положить, чтобы с ней переспать, да всем плевать, чувак, типа, это бред какой-то, типа, не будь ты животным, типа, должно быть вместе кайфово, либо все это говно и поража, вот, и как подумать, понять, хочет ли сегодня девушка с тобой секса, во-первых, смотрите, первое, она с тобой общается расслабленно, она может покраснеть, она с тобой смеется, даже над тупыми твоими шутками, иногда это чистой стороны флирт от женщины, если она смеется над твоими тупыми шутками, она понимает, что она тупая, она просто тебе покажет, расслабься, все нормально, вот, второе, то, что она задает тебе открытые вопросы, поддерживает беседу, это самые главные признаки, что у вас все хорошо, пойми, тебе не надо сегодня от девушки, что, бля, ты самый лучший на свете, ты великолепный, я тебя хочу, тебе надо просто, ты нормальный, почему бы нет, типа, давай переспим, типа, нашел проблему, господи, маленький ты ребенок, у девочек загонов в голове намного меньше, зачастую, чем у вас, кто сейчас смотрит этот ролик, это вы сами там по себе ханжи и думаете, что ей там надо, вы, да нет, сексуальная революция не стояла на месте, ребята, всем насрать, вот, это просто кайф, если вы предохраняетесь, то, я не знаю, кто вам там судья, точно не я, главное предохранять все ваши моральные переживания, можно на ноль помножить, это все попахивает детством, и вы можете говорить с девушкой на сексуальные темы, и тогда вы поймете, что она хочет или не хочет, например, вы можете говорить с ней, какие тебе нравятся мужчины, или какой твой любимый актер, любимый актер? Кто снимался в дневнике «Баскетболисты» и «Титаник»? Леонардо Ди Каприо в молодости. Леонардо Ди Каприо в молодости, вот этот молодой блондинчик, худенький, не супер наказал, это ее типаж, романтичная натура, и вот вы можете походить на его невербалику, и так далее, это ее прообраз мужика, который ей нравится, вот такие мужчины ей нравятся, вот, не удивите вы ее там супер брутальностью или наглостью и так далее, ей вот не хватает именно вот этого романтичного образа, классный ход. Как ты прям вообще в точку сказал. Отличный лайфхак, да, типа найти любимого актера, это твой прообраз мужчины. Да. Вот, и что еще могу сказать, дальше вы говорите про, что тебе нравится в мужчинах в целом, что тебе нравится как в характере мужчин, потом, допустим, ну, именно вот в отношениях мужчин и женщин, что тебе нравится в мужчинах, вот за что ты ценишь мужчин? Мягкость и заботу. Заботу, хорошо. Ля-ля-ля, развиваем тему мягкости и заботу, она раскрывается, тем вы даете понять, что вы ее услышали, что вам это интересно, что вы не эгоист, не надо сразу передать, ладно, какая запчасть мужчин тебе нравится? Запчасть? Ну, что тебе нравится в мужском теле, что возбуждает? Руки. Руки, накаченные сильные руки. Нет, вот здесь эта часть, не обязательно накаченные сильные руки, нет, не обязательно. Я не люблю качков, я люблю таких чуть-чуть. Ну, как Дикаприо. Да. Вот это именно, ну, просто обращаю внимание очень сильно на руки. Хорошо. Это прям такой фетиш небольшой. В том числе, ребят, ухоженные мужские руки, объясняю по-пацански, почему это важно, можешь угорать. Ребят, что предшествует сексу? Всегда у нас предшествует... Часто, ну, почти всегда. Вот, поэтому ногти должны быть ухоженные, руки должны быть у мужчины красивые, для женщины это очень важно. Они реально цепляются к таким молочам, как и ваша обувь. Помните, это старые дедушки на заморозке, и они, правда, имеют роль, и они очень логичны. Вот, и вы спрашиваете, вы послушали про Дикаприо, почему нравится, что ей нравятся какие-то мужские качества, может быть, это будет забота и так далее. Потом вы спрашиваете, какие тебе нравятся, ну, что тебя возбуждает мужчине, что красиво это находишь, там, спина, мышцы, на скалы, руки. Вы развиваете потом татуировки, пирсинг. А у тебя есть татуировки и пирсинг? Нет. Нет? Есть татуировки. Ты бы хотела? У тебя есть подруги, которые прокалывали флитр? А, да. Говорят, что он становится чувствительнее. Как думаешь? Я не буду палить ситуацию. Про тему секса. Смотрите, на нее можно легко зайти прям с нуля, и так же легко и выйти. Она, допустим, не пошла разговаривать со мной на тему секса, я от нее ухожу, могу вернуться позже. Я могу вернуться к теме, что ей нравится в мужчинах. Я не буду напирать, как маленький порнолюбитель, на то, что на что ты дрочишь, на что ты дрочишь. Расскажи, пожалуйста, какого цвета у тебя игрушка? Она у тебя есть? Есть, конечно. Розовая? Розовая. Я не буду на это напирать. Я как зашел, так и ушел. Я не буду на этом, типа, знаете, сейчас такой ебаться, 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 ебаться. Я буду легким в общении и на этом не зацикливаться. Вот, и вы общает, и в этот момент она начинает думать о сексе. Вас начинают прикидывать как любовника, ну, чисто теоретически, если при одном условии, если вы ей изначально нравились. Давайте так. Вот, так что, ребята, киностетика, смотрите, есть еще пара багов. Поцеловать девочку на свидание, это важно или нет? Ребят, скажешь им? Ну, это должно происходить все по обоюдному согласию. Если вы чувствуете, то гоу, конечно, даже после часа на знакомстве. А я сейчас скажу, а ты скажи, прав я или нет. Ребят, плевать вообще, поцелуете вы ее или нет, потому что вы можете переспать с ней, целуя ее до этого или не целуя. Дома вы можете вложить ей член в ладошку, и у вас внезапно возникнет страсть. И дома вы ее выводите на френчкис, берете на руки, кидаете ее на кровать, снимаете с нее джинсы вместе с трусами, и вы занимаетесь страстным сексом. Поцелуй был важен до этого? Нет. Вот именно. А ребята все еще реально парятся, такие, я ее поцеловал, мы перешли на новый уровень. Плевать на ваш сраный уровень. Также даже на самом деле плевать киностателем вы ее или нет. Но если вы стеснялись трогать ее, то вы могли выглядеть как амеба. Вы не вызываете доверия, девушка реально привыкает к вашим рукам. Вы можете провернуть это что в формате двух часов, что в формате дома. Либо в формате дохера свиданий, конечно, если хотите. Дальше. Переходим мы домой. Итак, вы проводите дома. Вы помогли девушке сначала расслабиться. То есть первые 40 минут дома у вас девушка должна расслабиться, выпить бокал вина, даже если вы не пьете. Вот, допустим, она не пьет. Но вы должны ей предложить, это просто хорошая манера. Так что держите, пожалуйста, бокал вина. Держите, пожалуйста, презервативы у себя в кармане, в кошельке, рядом с кроватью, под бутылкой вина. Да где? Чтобы они всегда были как кольт под рукой. Поняли? Вот, это здоровье, ребята. Все ваши моральные переживания идут лесом. Но здоровье-то у вас одно. И девочки, чаще всего, о нем не думают. Мало девушек. Сколько твоих подруг носят презервативы с собой? Всем. Ритари. Респект. Значит, мир не стоит на месте. Растем. Это здоровье. Это я уважаю. Это круто. Своими девушками. Да нет, круто. Наоборот, это здорово. Прикинь, какие есть дурные. Дичем тебе? Я не ношу. И хуже еще у них только мужики, которые не носят презервативы с собой. Ну, вообще. Здоровье у вас одно. Аморальные переживания. Это пустяки, ребята. Мы все будем расставаться. Мы все будем переживать и париться. Ладно. Дальше. Сорок минут. Вы общаетесь с девушкой, вы можете с ней покайфовать, повеселиться, смеяться, веселиться. Кто придет соблазнять девушку с унылым лицом, тот унылое говно. А грустный попой, как мы знаем, весело не пукнешь. Так что вы какие-то ПТУшники, походу. Типа, вы реально вот эта, дорогая, типа, тебе нравится? Дорогой, тебе нравится? У меня маленькая зарплата, мне не все нравится. Пошел ты в жопу. Вот. Поэтому все на веселе, на приколе. А знаете, почему все на веселе, на приколе? Потому что на юморе можно съехать с любого базара. И что бы вы там глупое не сделали, вы, например, можете сказать девушке, я хочу переспать с тобой или с твоей сестрой. И она такая... Я думаю, она будет не просит. Я пошути. А это была шутка. А, у меня было с двумя сестренками. И это была... Близняшками? Нет, не близняшки. Вообще не она. А, ну, тогда ты и зараживешь. Не доработала. Типа, есть еще цели в жизни. Ну, вот, вот. Так что, ребят, вот это вот, смотрите. И, кстати, когда вас девушка будет провоцировать на такие шутки, воспринимайте все буквально. Ведь девушки считают нас тупыми. А личина глупцадения мудреца. Мужики не воспринимают намерку. Не воспринимают намерку. Да? 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 Да. Мы охрененно косим под дебил. Я так считаю. И вы... Поэтому, если вас так дразнят, всегда воспринимайте это как знак внимания, как призыв. Ребята, это нормально. Сейчас не было призыва? Ясен, красен, что не всегда. Иногда вас просто дразнят. Но для вас, господа, там, кто может ошибаться, сомневаться? Слушайте, сексуально проактивный мужчина для женщины красиво, если он не мудак. Сексуально проактивный мужчина – это нормально, это здоровье, у него все хорошо. Плохо, когда мужчина бегает, вот так прикрывает свой член, такой, я стесняюсь, я не знаю. И ждет. А можно, можно, можно ты сама меня трахнешь? Типа говно какое-то собачье. Так вот наоборот. Господа, если вот вы 40 минут с девочкой прообщались дома, вы с ней общались, у вас все хорошо, она смеется, ей весело, ей по кайту. И она на вас посмотрела 2 секунды, и вот вы ее поймали взгляд на 2 секунды, взяли, зафиксировали голову, поцеловали. Она могла немножко посомневаться, поломаться, ну, скорее всего, она вас поцелует. Ладно, не буду. Я обещал ей, что я сейчас не буду это делать. Вот, но я не обещал ей, что не буду делать вот так. Вот, потом вы ее поцеловали, вы ее взяли, посадите кухню на стол, вот. И вы ее снова целуете. То есть вы снова, вы идете дальше, вы... Она немножко в этот момент в шоке. Но, тем не менее, для девушки есть такая скорая информация. Сильный мужчина ее берет, она начинает вам поддаваться. Конечно, если вы ей не нравитесь, это не зайдет. Есть базовое правило всегда, что вы девушке нравитесь. И всегда вас любит навесить, чтобы она была расслаблена. То есть если я сейчас чувствую, что ей это там где-то дискомфортно. Да, вы знакомы первый день. Так, если что? Вот, и вот здесь вот это вот все вот это вот. Вот здесь можете вырубать фетишиста. Здесь вы можете ее целовать. И здесь вам шаг вперед. Если вас тормозят, вы делаете чуть-чуть. Допустим, если бы она меня сейчас тормознула, не снижай. Вот, я бы там отошел, я бы начал там что-нибудь делать, готовить, наливать еще бокал, веселиться, шутить. Но, если меня никто не тормозит, я буду только топить вперед. Да нет, я же прикрываю, у меня большая жопа, ничего не видно. Я тебя прикрою. Спасибо. Вот, и это вот именно такими шутками вы всегда навеселе, на приколе. И здесь уже не тормозите. Если вы сейчас находитесь на кухне, пусть будет приглушенный свет, пусть будет музыка, пусть будет все по кайфу. Вы можете взять бокал, выпить с ней, бродершафт, поцеловаться снова. Вот, вы можете взять ее руки, положить на себя. Ребята, вот, это тот самый момент, когда там надо врубать из себя стрипуху, когда надо, девочки, да, я не буду сейчас подводить, ребят, не буду, но вы можете вот это вот, и если она не убирает руку, это очень хороший знак. Если у вас все идет хорошо, если здесь КТС проходит хорошо, то есть, если девушка реагирует на вашу кинестетику позитивно, спрячься, кто это спрятал. Да, спасибо. Нет, нет, это аллегория, это аллегория. В том, смотрите, здесь вам должно быть немножко плевать на мнение женщины. Девочка хочет быть соблазненной, девочка не будет проявлять инициативу. Вы должны тащить, вы должны тащить катку. Кто понял, о чем я говорю, это правда. Вот, вы должны сейчас быть инициативной, вы должны быть мужчиной. Вы ее берете и перемещаете на кровать. Прям вы ее берете, ну, то есть, сейчас, можно я покажу охрененный захват? Как, не, не буду показывать, как борцуха, прям за ваджай, за плечи и перетаскиваете ее на кровать. Ночь, темно, светит, нормально. Светит супер. Итак, вы переместились с девочкой на мягкое место, то есть, вам надо создать уют комнату, где вы с ней переспите, и она будет желательно закрыта, чтобы она чувствовала себя в безопасности. И вот, мы притаскиваем девочку сюда. И вы ее кладете. Мягко достаточно, но будьте слегка жесткие, чтобы это было... Нужна страсть. Ребята, и мужская страсть, это все-таки проявление силы, силы и доминации, где вы не мнетесь, как школьник у борделя, а где вы... Понимаете, есть худые парни, которые такие мягкие, такие наивные, стесняющиеся, они могут потрахаться. Но это потрахаться не довольно. Есть парни, которые могут взять девочку. Вы должны быть настойчивы. Девочки чувствуют защиту за мужчиной, когда ты уверен в том, что ты делаешь. Когда ты уверен в том, что ты делаешь, ты делаешь это правильно, она такая, окей, так и надо, все, с ним можно расслабиться. То есть, она уповает на ваш контроль. Она реально наблюдает за тем, как вы себя ведете, и как вы себя в этом моменте позиционируете. Если есть ребята, которые, допустим, куча фантазий, я там хочу что-то, это неуверенно, я хочу приспать с тобой твоей подругой, они говорят, это как школьник у борделя, и если я это говорю, я это скажу по-доброму, спокойно, но будет нихуя не похоже на шутку, это будет правда. И она скажет, окей, поняла, это правда. Девочки полны фантазий, как и мы. Они так же любят секс, как и мы. Еще они очень любят уверенно в себе мужчин, которые не мнутся, а мужчина, который мнется, который все не уверен, он не позиционирует себя как сильный, а позиционирование силы, это, во-первых, ваша мышечная масса, в том числе, вы желательно, чтобы вы были выше, чем девушка, желательно, чтобы вы были шире, чем девушка сильнее, именно мышцы, не жир, естественно. Желательно, чтобы вы были увереннее, то есть это сильнее морально, желательно, чтобы вы улыбались, это значит, что вы умеете преодолевать жизненные невзгоды, то есть если никому не нужен грюмый слабый парень который не может продать жизненные незгоды вы всегда на позитиве у вас все хорошо и это и есть тот самый прекрасный вечер когда она решает если не то что плиты идеально то что почему бы нет и клевый парень с которым можно переспать и вот этот клевый парень он здесь вот и она податлива и вот ее целуешь ты его зажимаешь и если на ней джинсы ты снимаешь джинсы с трусиками вот таким большим движением резко ты расстегивающий джинсанка нет нет конечно нет отличаем четко неприятное нет громко и четко от игривого нет нет может изобразить 2 я снимаю джинсы вместе с трусами потому что если вы будете снимать джинсы вам потом придется биться за трусы отдельная тема еще может растянуться и она должна почувствовать что она в безопасности что мужчина ее берет и у него уже нет выбора девочка может сомневаться что она переспит с вами до того момента пока вы не войдете в нее и она имеет на это право может быть плохо хорошо как я выгляжу и так далее но ты как мужчину должен ее взять и она как бы будет рад ну не как бы она будет рада потому что вся эта головоломка никому не уперлась все хотят просто кайфовать и вот как женских романов просто вкусное наслаждение его и кстати до 95 процентов девушек любит когда вы берете жестко то есть когда вот здесь уже вот уже все горячо если вы ее взяли за шею на регирует реагирует на это нормально это значит хорошо ли она вам подчиняется в этот момент не тупите пожалуйста вы можете сделать практически все что угодно у меня были косяки когда я в этот момент вставал и шел где-то в сумке говорят сказать презерватив я остался без сладкого так чеки не совершайте моих ошибок я уже сделал все за вас неловкие комплименты может быть какой-то молчание во время секса не сдавали да-да-да девочка девочку возбуждают когда вы ее хотите она хочет видеть ваш что я большой косяк когда вы пытаетесь раздеть девочку при этом сами не раздевать снимайте майку снимайте майку себя не тоже хочет видеть вас приглушите свет если вы стесняете свое тело вот вывалите член и дайте в ладошку у них есть рефлекс что она скорее всего начнет его дрочить так делать почти как ты можешь это отрицать я тебя не спрашиваю вот но так делает почти каждый вот и это уже она сексуальный провокатор она тебя провоцирует так что чувак играй играй вперед иди секс это круто здорово пока кто-нибудь из этого не сделает говно секс это красиво и классно пока не появится человек который относится к этому как ханжа мудак и так далее вот но в целом ребята быть на веселе быть на кайфе и быть человеком который себе позволяет это первое киноэстетика это пятое это был гайд по киноэстетике на своем был панфер и катя всем бобра яркого солнца на голову и тачку с киным верхом